20 августа вышла семья на копку картошки red lady напомню это сорт baltic rose гнилую мы уже выкопали здесь у нас было 7 рядочков и теперь шо гнилая по не успела дойти с такими шла хорошим настроениями ты меня так дышь я опять расстроилась и кирюша зато вышел если бы не кирюша наверно может хорошая была бы картошка там кирюша давай хорошую картошку копайте нам не надо гнилая картошка кирюха из-за тебя еще имел мелочь да ну короче короче у меня и словарный запас окончился ёшкин кот а шо ж такое не могу найти позапрошлом году еще покупали фацелию овес вику еще несколько сидиратов покупали не могу найти где-то мы их так переложили перепрятали что они где-то спрятаны хочу посеять на место картошки если найду сегодня завтра посею да лизонька давайте хорошую картошку копайте хорошую картошку хорошую картошечку хочется дарка сейчас придет я и сказала шоу кубка картошки потом все остальное даже кирюша пошел копать картошку кир кир смотри там кабачки аккуратно кир ну это большая часть но это может быть потому что мы когда сильно подгорнули из этих заморозков там на побеге начали образовываться еще такие маленькие бубочки то есть они как бы здесь до имеют место быть это ничего страшного страшно шоу она гнила но я смотрю не столько много пока кто и да ну и шоу хороший размер так вон она сухогниль там сбоку хорошо разрывает давай нагинайся лизочка качественно собирай картошечку по весной повырастает как это мы когда садили дыни и арбузы у бабули на огороде сразу ты воп-воп туда и там куча падалишней картошки по всходи забираю так же получается выкапываю по десять раз вот все давай стой следишь за лопатой за земелькой картошку увидела ведро подвигай здесь ведерко подвигай себе ты уже уже нагнулась он уже видишь картошку возьми лопату я буду вот так стоять она и возле лопаты стала и маленькую вот эту мелкую тоже собираю ее ведро да она не должна на огороде оставаться на огороде можно уже там здесь и гниль совсем при гниль вот молодец к так сильно под лопату не лезть идет тяжелая артиллерия тяжелейшая тяжелейшая сейчас папа на двух нервничать будет вот это не надо доченька а ты обдираешь солнце яркая яркая светит и панамки не нравится мне это год огородный 2024 кир иди сюда чё ты туда пошел чё пошел туда сюда иди кир то чтоб он не перенаслаждался мне там кир иди сюда сказано ко мне иди сказала вообще как ты за вухом не в д папа только тебя слушает Лиза, вон он, смотри, не сделает. Иди сюда. Сейчас домой идем вместе. Все уже накопался картошки. Сейчас идешь домой. Фляха тут рядом лежать. Лазишь там непонятная идея. А вот сверху лежи. Давайте, девочки, я подниму, но вот эту в сторону, эту не надо подбирать, она уже вялая, там это... Все, последний кустик снимаю и ухожу. Посчитайте по ведрах, хорошо. Все, это не надо трогать и собираю вам. Все, Кир, идем домой. Будешь мне тут по всему огороду ходить, ножку поднимать. Не будет. Позови, не станешь. Иди сюда, Кир. Сюда иди, ляг. Вот тут ляг, иди. Все, содействует. Лежать. Все, охраняй копальщиков картошки. Деловой. Лежать сказано. Картошки. 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 А, ничего. Вот такая картоха. Ничего. У меня сегодня освобождение от копалки картошки. Куда ты пошел? Сиди, хорошо. Сиди. Сиди. Куда ты пошел? Я не знаю. Так, папа, поднимай. Раз, вот эти штуки. Убирай. Хоп-хоп, уже забрали. 900 вдвоем подстали. Куда мне зиму бросать? Я вообще не знаю, что здесь. Ну, ноги им бросать. Надо просто быстро делать. Ну да, что-то тут меньше будет теперь на это. Эй, залоги тащи. На 2 редка. Три ведра, а не пять. Картошки, ну давай я видела. Блин, так интересно наблюдать, не могу уйти. Бабка. Ну, они разные. Там, видишь, выбросится уже. Да. Как-нибудь ошварила за парой, иначе как. Вареные. Вареные. Да, они отличаются. Балтикрус такая сиреневатая, да, картошечка? Более-менее одного размера. Короче, что, твое предположение, что у нас она перележала? Тебе тоже оно импонирует. Да не трогайте эту картошку, выкиньте. Опа. Ну да, она же не может вечно лежать тут. Угу. Это и это тоже сорт ранний. Ой. И она перележала. Надо еще понимать, какой сорт ты садишь. А если она ранее, то она как бы не дужила жить. Папа ранил картошку. А ее сыпь драный. Ну, и что, покушаем. Покушаем, покушаем. Надо завтра порышки сделать. Ти-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни. Все. Ну, все понятно. Не уходи, нам без тебя будет очень скучно. Называется «Век живи, век учись». Да, популя. Наш третий год в селе. Всю сознательную жизнь мы прожили в городе. Третьей с половиной. И вот это вот. Учимся на ходу. И, к сожалению, на своих ошибках. Ну, культуру куча, все не выучишь. Поэтому ось с тапочкой. С тапочкой. Все, ладно, дорогие мои. Жду устный отчет о количестве ведер. Передыхайте. А я вечером это все переберу. Все, вот так вот. Все, уже считается у нас ведро. Ну, правильно, как. С горой, что ли. Все. Вот такое гамнецо. Страшное, страшное. Да уж. Иди, Кир, домой, пока ты тут. Что, ты хочешь с Киром копать? Ой, Лиза вечно за тебя защищается. Иди тогда около них там тусуйся. Кир. Ой, какое противное. Пси-то. Иди туда к Лизоньке. А я пошла немножко огурчиков насобирала. Красивенькие такие. Ну, смотрите, как бы там ни было. Видите? Если не поливать, они бы уже, конечно, сдохли. А так, потихо-чуть, по чуть-чуть. И вот такая-то неженский такой пузаночек вырос. Ну, и смотрите, как хорошо. Раз. С килограммчик. Каждый день, через день. И не надо думать, что хотелось бы там огурчиков пойти купить. Свои есть огурцы. Да подойди ближе, Даша. Каждый день. How are you? Да подойди. Что ты делаешь не-то. Глаза жжут. Ого, даже сними вертелки. Да. Это пепел, это тоже удобрение. Теперь вырастет еще одна картошка с удобрением. Папа распылил мангал. Ура! Будем жарить шашландос. Сними меня. Кирюша играет. Кирюша играла, как будто бы вот так ножки. Тяжело ему себя держать. Вот, кстати, надо подварить это где-то. Подломал бы. Безучка отнеси, пожалуйста. Мы замариновали спинки и нанизали на шампуры. Такие. Будем зажаривать спинки. Не тут шашелка, конечно, к которым мы привыкли. Но тоже ничего. Поддадим чуть-чуть жарко. И хорошо мы их пепел. Положил картошку снизу. Не засыпала она. Сейчас и так перемешаю. Только такие угли были мощные. Сейчас и так перемешаю. Даша снимает, я снимаю. Ну да. Ну да. Да, ну да. Ну да. Несколько... На края никто меня не ставит, первый раз делал, где он влезет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 О, готов почти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, чтобы минут пять повисеть вот этим средним. Держать. Ну, держи, я же, смотри, одной рукой, так бы я. Фу, я чуть-чуть, у меня эмоции переполняют. Вот это четыре ведра с двух рядков, да вытяни на шо. Ой, боже, какой кошмар. Ну, ладно, сейчас переберу это все. Короче, я пока была на занятиях, мои такую вкуснятину приготовили. Один только запах костра чего стоит. Это было очень вкусно, очень вкусный ужин. Кирюша возбужденный после этих всех мероприятий. И копать картошку его пустили. И костей ему дали, жареный, да? Поели твои спинки, да, Кирюша, мы? Так, ну хорошо, надо перебрать сегодня это обязательно. Сейчас приступлю, посмотрим, что тут за картошка. Ну вот, видите? Куда это годится? Это хорошее, слава богу. Хорошее. Ну вот, есть чуть-чуть, видите? Блин, так обидно, честно. Слово вот тоже самое. Вот, хорошее. Ладно, перебираем. Все, друзья, перебрала. Вот это ящик у меня получается плохая картошка. Так, ну и как ни странно получилось, что хорошее даже чуть-чуть больше, да, процентов 55-60 хорошее. Это маленькая мундирная, это средняя и крупная. Я все в одну ложу, потому что крупной не так много, что там разделять. Ну вот такая вот картошечка, на вкус она вкусная. Только что в костре жарили эту картошечку, вкусненькая, хорошая. Ну и совсем плохой тоже много. Так, а вот еще вот такой у меня сивок шикарный вырос. Чуть-чуть вроде получилось у меня отложить на посадку. А что, надо развести такой лучок и плюс вырастить, и плюс чтобы он пустил стрелы и был мне на семена. Теперь я даже понятия не имею, что это за сорт. Ну, какой будет на вкус, обалденный. Я вообще люблю вот эти или с краснинкой, или вот эти красные луки на салат. Они очень вкусные. В зажарку я не использую, потому что они дают потом в супе такой темный цвет. Непонятно, что оно как вроде что-то грязное плавает. А в салат очень вкусно. Смотрите какие у меня сивок вырос экземпляры. Ну, будем на лук использовать. Так он хорошо подсох. Такие зеленые у него были вот эти штуки. Все уже почти. Ну, почти. Вот тут еще тут даже зелень есть. Пусть еще лежит. А что мне с ним делать? Пусть лежит, сохнет. Фух, ну, такие дела. Короче, наша эпопея с картошкой еще продолжается. Как-то не получается у нас как взять, как захватить и выкопать все. Ну, так как получается, будем потихонечку с ней разбираться. Это, конечно, картошечку жалко. Жалко, жалко, жалко. Где-нигде. Тут есть где-то такая, как вроде чуть-чуть, где-то совсем там. Тут хорошая резаная. Ну, в общем, вот так, друзья. Что-то не получается, да? Ну, из разных досок собираю. Это уже, это шире. Сейчас эту надо еще подрезать, потому что в длину длиннее. А что, неустойчиво стоит или неудобно будет лесенку делать? Так, что же она кривая будет. Это здесь, это… А сразу ты не заметил? Нет, я же это обрабатывал их так. Подогнал, а когда уже вставлю. Ага. Еще же нет ни одного места, где ровный пол. Вот такой еще. А, ну да. В общем, Игорь не идет отдыхать. Занимается своей полочкой. Да, по утру вечером дренее. И палка быстрее утром найдется. Погнали. Нет, я сейчас и палку найду. И в горизонт пойдем? И потом пойдем, да. Ну ладно, хорошо. А, я сейчас картошечку еще снесу и тоже все наоборот. Отдых. Так, что на сегодня всем счастливенько. Пока. До новых встреч.